Берегите себя, своих близких, будьте добросовестными студентами и не нарушайте правила И сегодня мы поговорим о причинах, по которым вас и нас могут отчислить из американского университета Их довольно-таки много Кстати, ну не очень Но невесомые А, не очень весомые Ну давайте их рассмотрим, поскольку я училась в университете в США 4 года И Ника уже проучилась почти 2 или 3, сколько? Почти 2, почти 3 Много лет В общем, да, в сумме у нас достаточно большой срок обучения в ВУТИ Были разные истории, были разные ситуации, о которых мы вам сегодня расскажем И погнали, первая причина Это академическая неуспеваемость Вообще в США, по моему мнению, учиться достаточно легко, но, конечно же, зависит от программы Я всегда училась на гуманитарных специальностях, хотя у меня была программа по экономике, но это было в Будапеште У тебя бы говорят, да, в экономике Поэтому, да, не знаю, у тебя тоже была гуманитарная программа Наверное, если вы инженер, там, математику изучаете, вам немножко сложнее, но это вы напишите обязательно в комментариях Но вообще, по моему мнению, учиться достаточно легко Но все равно, если у вас оценки очень плохие, вас могут очислить достаточно легко И не важно, если вы на стипендии, если вы платите за свое обучение Если у вас идут двойки, 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 двойки В какой-то момент с вами сажутся, попросят, спросят, что же с тобой случилось, почему ты так плохо учишься И если вы не исправляетесь за определенный промежуток времени, вас действительно могут очислить Я бы сказала все-таки, что это случается не очень часто, потому что все-таки образование в США довольно-таки коммерческое И особенно, если люди платят какую-то большую денежку, им пытаются помочь Но если на протяжении нескольких лет успеваемость просто никакая, то да, человека просит покинуть учебное заведение Тут я хотела заметить, что как интернациональный студент, вот тут интересная ситуация У вас есть определенное количество часов в семестр, которые вы обязаны сдать и пройти И то есть, если в семестр вы берете 12 кредитов, а вам обязательно нужно иметь хотя бы 12 кредитов в семестр, которые вы успешно проходите Если вы проваливаете один или два предмета, вы можете потерять статус студента Легально, на иммиграционном уровне Поэтому для интернациональных студентов тут, конечно, немного ситуация другая, более такая серьезная Поэтому нам всегда рекомендовали брать немного на один или на два класса больше в семестр Либо дропать класс, да, отказываться от класса и брать другой класс, пока еще не поздно Но на эту тему мы еще поговорим в других видео, потому что она довольно-таки узкая эта тема Следующая причина это нарушение академической честности То есть, когда вы читерите, когда вы списываете тесты, списываете ваши домашние работы, у кого-то еще и об этом каким-то образом узнают Используйте чат GPT, когда его нельзя использовать Или даже неправильно используйте, как называется, citations, я не знаю, как на русском сказать, ссылки, когда вы упоминаете неправильного человека, который эту информацию написал Конечно же, в этом случае будут разные немножко наказания, если вы что-то неправильно сделали, как бы по ошибке, то там вам просто на эту ошибку укажут Если же вы реально списали у кого-то домашнюю работу и учитель об этом узнал, то тут как бы уже будет серьезный разговор, это достаточно серьезная ситуация И мы тут говорим про уровень серьезной ситуации, это то, что преподаватель пишет репорты, заявления к декану Dean, он на английском называется, или даже директор всего университета Вам приходит масса инмейлов о том, как это было плохо, как, и очень довольно-таки часто вам вас даже ставят на, называется, академический probation То есть у вас в течение там нескольких шести недель нужно что-то делать, чтобы искупить свою вину Мои друзья проходили через курс, там нужно было видео какие-то смотреть, отвечать на вопросы, писать эссе Да, почему очень важно не читерить Это серьезно, если вы это дело не делаете, вас запросто могут осчислить То есть момент с читинг, как говорится на английском, в американских университетах очень серьезный Ну то есть на таком уровне, что я была невероятно удивлена, да, когда переехала в Америку И тут особенно сложная ситуация для ребят, опять же, интернациональных студентов Почему? Потому что если у вас такая ситуация случается, вы списали и так далее, и так далее Этот репорт может пойти на вашу иммиграционную историю То есть они не только в университет, да, эту информацию пишут, а также отправляют иммиграционки И там вам ставят какую-то, не знаю, галочку или не галочку, крестик Рядом с вашим именем, который говорит, что вы на самом-то деле не такой честный человек Может быть, вы это что-то, что вам все, что... В рунишко попался, да Ну нет, серьезно, у меня не было на моем опыте, когда ребята были в такой ситуации, интернациональные студенты Потому что все-таки преподаватели и университеты понимающие к этому относятся Да, но, конечно, приходилось вот эти курсы брать ребятам и писать, почему так нельзя делать И, кстати, обеим, обоим, если вы списали у кого-то, то нагоняя будет и вам, и человеку, которого вы списали Не, реально И там даже курсы разные, видео разные, которые вам нужно просматривать Одному нужно посмотреть, почему нельзя давать списывать, другому нужно посмотреть курс, почему нельзя списывать Да, 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 да И, короче, если человек продолжает списывать, 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 то их запросто из университета выгоняют Да И следующая причина, по которой вас могут из университета выгнать, это какая-то нелегальная, несанкционированная деятельность В основном это, конечно же, относится к студентам, которые живут на кампусе, то есть вы живете там в общежитии И вы какую-то фигню делаете в общежитии, фигню, которую вы не должны делать, и вас на нее могут очистить Понятное дело, на кампусах университета, во многих кампусах нельзя пить алкоголь, нельзя использовать разные наркотические вещества Если это случается, вас не сразу выгоняют, тут уже нужно смотреть на какие полисис, да, в университете есть Есть правила, да, какие, ну да, правила, не могу подобрать других слов, у них существуют, и уже с вами будут разговаривать Но это тоже достаточно серьезное нарушение, и если у вас происходит нарушение несколько-несколько раз, вас тоже могут отчислить И в моем опыте я знала девочку в классе в моем, которую просто поймали на вечеринке, ей было меньше 21, и увидела, что она пила алкоголь И ее на семестр отстранили от обучения, то есть ее не выгнали, но вот то, что она уже, я не помню, в какой момент это было в семестре, в середине семестра, или в начале семестра Ну, в общем, ей нужно было все классы, которые она набрала в этом семестре, брать заново в следующем семестре, и она не могла больше на кампусе жить, никогда Поэтому такая ситуация, и так интересно, потому что на самом деле все пьют на кампусе, и вот тут реально нужно просто, чтобы тебя не поймали Ну или не пить, особенно как студенты, которые находятся на разных стипендиях, на разном финансировании Ребята, вот лучше лишний раз полежите дома, почитайте книжку, потому что, ну да, если это какой-то американец, их родители придут, заново заплатят за этот семестр А на вас это может очень сильно повлиять, поэтому, пожалуйста, внимательно принимайте правильное решение, думайте, стоит ли оно того То же самое, в принципе, со всем, со всеми теми вещами, про которые мы сегодня проговорили, стоит ли оно списывать, да, зачем вы вообще приезжаете в университет, если вы собираетесь списывать Вы как бы списать могли и в своем домашнем университете, да, тут учиться нужно, тут нужно правилам следовать Американцы в этом плане очень такие по бумажечке обязательно нужно там все делать правильно, если вы не делаете так, то будет на коня Поэтому, да, берегите себя, своих близких, учитесь, будьте добросовестными студентами и не нарушайте правила Именно, и обязательно подписывайтесь на этот канал, иначе Спасибо большое за просмотр, bye Супер, очень интересная история у тебя Спасибо большое